Благоустроив внешнюю и внутреннюю жизнь Константинопольской Церкви, Святой Иоанн направил свои усилия на распространение истины веры Христовой среди тех, которые еще пребывали во тьме и сине смертной. Хотя язычество было и сломлено, и с погибелью Иоанна Отступника потеряла союз последнюю опору. Однако искра жизни в нем еще теплилась, и по временам даже вспыхивала зловещим пламенем. Последователи Иоанна и ученики различных языческих софистов вроде Ливания не хотели расстаться с мечтой о восстановлении язычества. И до какой степени была жива эта мечта, показывает то замечательное явление, что и среди язычников широко распространено было убеждение, что старые боги должны вскоре ожить и восторжествовать над Христом. На Востоке язычество пользовалось большей свободой, и в Сирии продолжали беспрепятственно совершаться даже сладостные и гнусные празднества миюмские, называемые так по одному языческому капищу близ Газы. Святой Иоанн Затауст высказал против этих празднеств, еще будучи пресвитером в Антиохии. Но теперь в качестве архиепископа столицы он не применил нанести решительный удар по этой гнусности. И под его несомненным влиянием майюмские празднества были запрещены. Этот случай дал архиепископу повод обратить внимание вообще на Финикею, которая продолжала оставаться одним из главных оплотов язычества. Было печально видеть, что почти у самого подножия знаменитых престолов в Антиохии и Александрии, и притом в пределах земли обетованной, главным образом и утилилось язычество, давно искорененное в других местах. И святитель снарядил особую миссию для искоренения язычества. И там и не переставал глубоко интересоваться этим делом до своей кончины. Свидетель своим глубоким проницательным умом понимал, что хотя язычество и продолжало держаться во Финикею, но дни его были сочтены, как и дни самого населяющего ее древнего народа. Это население отживало свой век, и на границах известного тогда цивилизованного мира уже двигалось громадой новых варварских народов, которым принадлежала важная роль в дальнейшей истории. Иоанн Златоуст видел в них детей природы, которых нужно было сделать сынами Божьими. Его внимание особо обращали на себя скифы, эти суровые сыны севера, обитавшие главным образом по берегам Дуная и дальше на северо-восток в пределах теперешней России. Это были полудикие кочевники, которых Златоуст называет амасовскими, то есть жившими в кибитках. И они действительно стояли на самой низкой ступени общественной жизни, были варварами из варваров. Но свирепые видом и варвары по жизни и обычаям, они были добры сердцем. И когда до них дошло благовестие о Христе, то оно затронуло их девственные сердца, и они обнаружили желание принять христианство. Узнав об этом, святой Иоанн быстро снарядил к ним миссию, тем более, что можно было опасаться, как бы арианство, широко распространившееся среди гостских народов, не коснулось и сердца этого простодушного народа. К его великой радости миссия имела благоуспешный, благословенный успех. И своим таким образом, как свидетельствует патриарх Фотий, именно святой Иоанн Златоуст первый возник алтари истинному Богу среди этих варваров, которые раньше пили человеческую кровь. Народ, суровые воины которого они сходили с коней, теперь начал преклоняться пред крестом Христа. Если верно предположение историков, что скифы были одним из предков русского народа, то какое счастье верить, что первыми семенами веры Христовой русский народ обязан именно великому святителю. Писание свидетельствует, что тот человек был весьма слаб и верен. Это видно из многого, из того, что Христос сказал. Все возможно верующему. Из того, что сам пришедший к нему говорил. Помоги моему неверию. Даже и из того, что Христос запретил злому духу когда-либо войти в него. И, наконец, из того, что человек этот сказал еще Христу. Если что, можешь. Но ты можешь видеть неразумие этого человека из другого обстоятельства. Вот он пред народом жалуется Иисусу на учеников. Приводил его, говорил к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Впрочем, Христос, отклоняя от них обвинения в глазах народа, более обвиняет его самого. О, род неверный и развращенный, таку ли буду с вами. Чтобы не смутить его, он обращается не к нему одному, и ко всем иудеям. Однако он не ограничивался обвинениями. Но что говорит? Приведите его ко мне сюда. И сам вопрошает и отца. Сколько лет страдает сын его, защищая тем учеников. И в нем возбуждая благую надежду и уверенность в том, что сын его будет избавлен от недуга. Если же попускает ему терзаться, то это не на показ. Когда стал сбегаться народ. Он запретил духу. Но делает это для самого отца, чтобы он, когда увидит смятение беса, от одного только слова Иисусова, по крайней мере, после этого поверил имеющему совершиться чудо. Когда же он сказал, с детства, или если что можешь, помоги нам, то Спаситель говорит, все возможно верующему, и опять делая ему ухаризму. Спасибо. Спасибо. Спасибо.